уважаемые рыбы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю 6 по 12 мая включительно расклад подойдет и женщинам и мужчинам рассматривать мы будем основные категории вашей жизни в этом периоде все что может касаться вашего дома семьи взаимоотношений также работы и карьеры доходов и расходов рассмотрим финансовое поле в целом посмотрим что в скрытых факторах подведем итоги всей этой недели также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта force мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания карта которая достану самое последнее и ответит на загаданный вами вопрос думайте о своем желании колода готова кому нужно еще время для того чтобы подумать нажимаете на паузу а я приступаю к выкладке уважаемые рыбы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению ваш расклад начинается с карты старшего аркана правосудия карта кармическая она говорит о причинах и следствиях о причинно-следственной связи и если раньше в чем-то вами были допущены ошибки эта карта говорит о том что пришло время их исправлять то есть вас сама жизнь к этому подводит эта карта анализа эта карта коррекции любых сложных или спорных ситуаций по этому аркану могут проходить любые вопросы касающиеся документов бумаг судов если у вас действительно что-то решается через госструктуры есть какие-то спорные вопросы они по-прежнему открыты и в них по-прежнему нужно вносить ясность большая вероятность того что вам нужна чья-то дополнительная консультация или помощь это могут быть юристы адвокаты люди грамотные в вашем вопросе вы сами для себя тоже будете пытаться в чем-то разобраться и что-то держать под своим контролем так как карта кармы и судьбы она может говорить не обязательно о ваших ошибках она может говорить о том что вы решаете какие-то родовые вопросы связанные с домом семьей или с близкими людьми и в чем-то на вас возложена большая ответственность и эту ответственность вы на себе чувствуете поэтому вы не имеете права быть слабыми эта карта максимальной собранности завышенных требований и к себе и к другим людям уже начиная с понедельника вам действительно нужно будет заниматься тем что для вас являются вопросами первостепенными показано что перекладывать эти вопросы на потом не стоит для того чтобы не усложнять ситуацию а наоборот по возможности сейчас чем-то разобраться если вы только планируете например оформлять или переоформлять какие-то бумаги самое время то что касается общего запаса энергии состояния вашего здоровья те у кого есть хронические заболевания эта карта предупреждения она говорит о том что вам все таки стоит либо еще пролечиться либо дополнительно обследоваться и тут нужно скорее всего состоять где-то и эта карта может показывать состояние больничного учета то есть вы должны быть постоянно под наблюдением если вы абсолютно здоровы возможно кто-то рядышком с вами нуждается в медицинской помощи и вы с этой помощью должны также помочь общий запас энергии неплохой но карта показывает напряжение порой бывают нервы и большие но вы всячески в себе это пытаетесь контролировать вы сами в себе что-то пытаетесь скорректировать конечно этот аркан показывает вашу волю ваш характер и то что вас какими-то сложностями не сломить но это определенные уроки судьбы которые вы все же сейчас проходите и вы должны их пройти вы должны их прожить потому что есть какие-то ситуации которые вы не можете обойти вы не можете их перепрыгнуть и они вам для чего-то даны в вашем раскладе выпало еще два старших аркана это карта папы карта иерафанта которая также выпала в большой крест вашей судьбы это говорит о огромной поддержке вас высшими силами это говорит о том что ваш ангел-хранитель всячески вам старается помочь во всех ваших начинаниях в любых ваших делах и в нижней линейке в основе пирамиды вашего расклада есть еще один старший аркан эта карта смерти эта карта для вас не говорит о смерти на физическом уровне но она может говорить о больших трансформациях на которых вы сейчас стоите и эта карта говорит о том что эти трансформации необходимы если эта карта выпала не случайно тут выпала и карта правосудия то есть здесь нужно разобраться с какой-то проблемой из прошлого для того чтобы спокойно двигаться в настоящее в будущее отсечь от себя все ненужное все то что составляет вашей жизни проблему является балластом является негативным для вас все это нужно менять это могут быть даже ненужные связи контакты люди из-за которых вы не можете развиваться я вижу что даже с ближайшей роднёй у вас могут быть не всегда простые отношения все важные задачи начинаете решать уже прямо с понедельника и на входящие события последующие карты выпала принцесса мечей карта мышления карта логики она говорит о том что любую ситуацию вы должны уметь правильно проанализировать на что-то должны уметь посмотреть как бы взглядом со стороны для того чтобы видеть не только ошибки других людей но и свои собственные может быть у вас чем-то действительно не хватает информации и вам предстоит ее получить эта карта может говорить о борьбе за какие-то свои права и интересы за отстаивание своих интересов и с кем-то у вас тут могут быть напряженные переговоры если это оформление бумаг эта карта может показывать мелкие справки мелкие детали в которых нужно будет что-то уточнять тех кого волнуют вопросы образования или учебы вашего собственного или ваших детей тут тоже что-то подлежит коррекции то есть в учебе нужно что-то подтянуть эта карта может показывать и любые встречи и любые телефонные звонки вы как бы в постоянном напряжении вы не позволяете себе расслабиться то есть начало недели вот у вас примерно такое очень много информации очень много работы с этой информации но в центр вашего расклада выпала шестерка чаш это говорит о том что ближе к середине этой недели что-то будет меняться ваша душа начнет потихонечку успокаивается появится и какая-то благая хорошая для вас информация эта карта может предполагать и возможный отдых и возможные встречи с кем-либо небольшой праздник тут душевность тут встречи с кем-то и вы себе должны это позволить чтобы в вашей жизни не происходило вы должны уметь мыслить позитивно вы должны уметь радоваться жизни здесь и сейчас и жизнь вас к этому призывает по этой карте вы должны уметь творить добро вы должны помогать тем кто в этой помощи нуждается и это могут быть действительно самые самые близкие люди для тех у кого есть дети карта может показывать ваших детей для младшего поколения эта карта может показывать родителей старшее поколение возможно также в вашем окружении есть человек который является другом подругой просто хорошим знакомым человеком с которым у вас на что-то могут быть общие взгляды общие принципы и пообщавшись с этим человеком вам на душе также будет легче потому что вы чувствуете поддержку сама по себе эта карта жизненного равновесия и рядышком выпала четверка чаш которая тоже говорит о том что в вашей жизни все не так уж плохо но все равно вы сидите и немного расстраиваетесь потому что эта карта некой меланхолии внутренней грусти когда вы постоянно занимаетесь разбором полета в своей собственной жизни но и жизни ваших ближайших родных людей то есть вы пытаетесь понять что же я делаю не так что я делаю так правильно ли я делаю нужно ли мне делать те или иные действия то есть вы постоянно что-то анализируете порой бывает крайне тяжело из-за собственных мыслей в особенности вечернее время потому что рядышком выплат девятка мечей и эта карта говорит о том что я сокрушаюсь из-за прошлого мне кажется что что-то не успел или не успела вы себя в чем-то вините из-за кого-то или из-за чего-то хотя вашей вины ни в чем нет так как первые карты кармические они говорят о том что таков был ход судьбы даже сейчас высшие силы рядышком с вами присутствие высших сил в вашей жизни вы будете видеть в лице определенных событий людей потому что в чем бы не заключалась ваша проблема или проблемы у вас есть выбор вариантов и возможности так как на внешний мир выпала двойка жезлов которая и предполагает выбор то есть вы можете что-то исправить если говорить о женщинах вы можете рассчитывать на помощь мужского лица мужчины постарше по этой карте это может быть отец это может быть супруг это может быть любой чиновник это может быть даже для кого-то духовный наставник с которым вы советуете что-то обсуждаете может быть у кого-то действительно появится желание в этом периоде посетить храмы монастыри места в которых вы почувствуете себя лучше и уверенней карта может показывать вашу печаль и ваши слезы которые вы не хотите показывать другим но слезы очищают и могут быть действительно такие моменты когда нужно просто выплакаться что-то выпустить из себя отпустить в пространство и не держать ту проблему которая вас долгое время угнетает если говорить о вашем финансовом поле четверка чаш предполагает то что с финансами тут тоже все не так уж плохо и критично но тех денег которые есть вас все равно полностью не удовлетворяют и в то же время когда вам кто-то предлагает дружбу дополнительную подработку какую-то возможность по работе вы не спешите за нее хвататься хотя вам может быть и хотелось бы больше зарабатывать или получать эти две карты рядышком говорят о том что вам действительно показан отдых поэтому отдохните может быть пришло время если вы долгое время работаете взять отпуск взять небольшой перерыв возьмите отгулы побудьте с родными и близкими вам нужна перезагрузка если у вас есть долговые или кредитные обязательства вы тоже может быть переживаете по этому поводу но по факту закрыть свои долги вы можете конечно не стоит в этом периоде ни у кого-либо одалживать деньги может быть вам кто-то сам предлагает финансовую помощь но вы не хотите ее принимать если меня смотрят те рыбы которые не работают сейчас я вас все равно не вижу без денег потому что по четверке чаш это в любом случае поддержка рода поддержка кого-то из близких и может быть у вас есть какие-то выплаты от государства если таковых нет то об этом нужно подумать и об этом могут говорить две первые карты то что нужно что-то оформить посуетиться побегать и это для вас возможно для те кто при работе для вас выпала карта пятерки чаш даже здесь мы видим печаль разочарование такое замороженное состояние когда вам кажется что какие-то возможности вы уже упустили что что-то потеряно и что что-то нельзя восстановить а по факту эта карта говорит о том что если вы будете из этого состояния выходить в рабочих процессах много можно реанимировать поставить на новый уровень искать дополнительные возможности и вы можете развиваться вы можете зарабатывать больше вы можете что-то менять либо в основной работе либо искать дополнительные варианты карта совета для вас на совет выпла карта мага вы очень способны вы очень предприимчивы но вы в себе вот эти способности по этой карте подавляете потому что вы постоянно ждете того что кто-то поможет а этот аркан говорит о том что нужно рассчитывать на себя если говорить о женщинах вы можете опираться на мужское лицо но даже если мужчина чем-то помогает то с какими-то своими условиями со своей выгодой если говорить о мужчинах рыбах то берите ситуацию под свой полный контроль предложения будут возможности будут возможно вам в работе нужно чем-то поэкспериментировать может быть стоит что-то еще для себя изучить или действительно совмещать сразу несколько интересных рабочих проектов вы можете увеличить свой доход для тех кто в этот период вошел без работы для вас выпла карта десятки жезлов я вижу что вы не сидите на диване очень много задач которые вы добровольно на себя взвалили это как целая ноша непосильная которая на ваших плечах но вы старайтесь все свои проблемы все-таки решать устаете усталость есть для тех кто в поиске если вы хотите найти работу я вижу что вы готовы на любую работу даже на работу тяжелую это говорит о том что вы не боитесь работы найти вы что-то сможете и может быть это даже работа сразу в нескольких местах либо на одном месте но очень трудоемкий процесс вас ждет потому что много обязательств или много ответственность теперь посмотрим что у тех кто на пенсии или вы по другим причинам дома для вас выпла карта старшего аркана суда она может говорить о том что вы сейчас действительно нуждаетесь в помощи рода и семьи и вам стоит кого-то из близких об этой помощи попросить если есть проблемы по здоровью эта карта предполагает лечение она говорит о медицине о врачах о специалистах разного профиля с которыми вы должны будете пообщаться может показывать выписки больничные листы анализы но даже если вопросы не касаются здоровья по суду у кого-то это может быть даже судебные вопросы которые нужно привести в порядок у кого-то это может быть любые официальные вопросы в которых вам также нужна дополнительная информация и помощь если вы эту помощь будете искать вы ее найдете показано что та проблема которая существует ее нельзя откладывать не нужно заниматься начиная уже с этого периода и об этом говорила самая первая карта вашем раскладе правосудия так как эта карта архангела гавриила она говорит о том что во всех начинаниях вам в помощь приходят высшие силы то что касается любых крупных сделок крупных инвестиций приобретений продажи с этим всем лучше воздержаться карты показывают небольшие или малые сделки но финансовых потерь я не вижу перейдем к нашим семейным парам посмотрим что ваших домах что ваших отношениях для семейных выпла карта иерафанта и девятки мечей отношения могут быть очень долгие длиною в жизнь тут может быть и разница в возрасте даже если таковой разницы нет все-таки мужчина в этих отношениях выглядит как человек который готов на себя брать ответственность за все то что происходит в доме в семье в целом в быту и многие задачи решает если говорить о женщинах вы своему мужчине ни в чем фактически не уступаете те у кого кто-то жив из старшего поколения бабушки дедушки родители я вижу что вы пытаетесь им всячески помочь но из-за них у вас большие переживания или есть внутренняя тяжесть они тоже может быть по-своему хотят вам чем-то помочь но возможности у них сейчас ограничены поэтому они сами нуждаются в вашей помощи отношения с партнером конечно оставляют желать лучшего но я вижу много того что вас все-таки объединяет у вас могут быть дети у вас могут быть внуки в вашей жизни могло быть всякое но отношения сохраняются вас на время может объединить общий отдых общие праздники встречи с детьми или с родными вроде бы как отношения улучшаются потом снова появляются недоразумения но все-таки вы вместе переходим к нашим свободным рыбкам для свободных выпала пятерка жезлов десятка чаш и карта старшего арка на смерти пятерка жезлов говорит о постоянной конкуренции даже если вы сейчас уже с кем-то в отношениях и у вас серьезные планы на этого человека или у того человека серьезные планы на вас все равно по пятерке жезлов вам постоянно приходится либо кому-то что-то доказывать либо бороться за свое счастье и пока на пути к вашему счастью очень много преград и об этом говорит карта старшего арка на смерти то есть не все в вашей жизни зависит от вас или от вашего партнера есть еще какие-то обстоятельства свыше которые вас могут расстраивать если кто-то из вас до конца не закрыл прошлые отношения до тех пор пока вы не поставите на них окончательную жирную точку по этому аркану вы не сможете нормально двигаться вперед в какие-то прошлые отношения вам точно не нужно возвращаться если вы по-прежнему свободны карты конечно могут предвещать и знакомства и общения и может быть то что вас кто-то будет пытаться с кем-то знакомить но это как бы ненадолго и может быть вы сами от себя такие варианты будете отсекать потому что они для вас будут неприемлемы но немножечко позже я вижу что все-таки у вас кто-то появится и вполне достойный человек вас на ближайшее время тоже могут ждать приятные события по десятке чаш но тут же эти события что-то омрачает по тринадцатому старшему аркану это может быть любая даже информация из внешнего мира психологически сложная и ваша душа эту информацию просто не хочет воспринимать на завершение этого периода выпала семерка жезлов которая может говорить о том что выходные дни могут быть тоже достаточно напряженными скорее всего выходные дни вы толком не отдыхаете решаете какие-то задачи но зато в середине периода вы сможете отдохнуть даже если вы свои выходные попытаетесь заранее спланировать скорее всего будут какие-то помехи что-то может немного пойти не по вашему плану скрытые факторы выпала карта принца мечей карта принцессы чаш и карта шестерки монет здесь я вижу спор мужчины и женщины или в целом тут есть какой-то спор или какой-то конфликт выяснение отношений здесь явно будет происходить у вас с кем-то если меня смотрит женщина это нервы из-за мужчины или мужчина идет к вам с претензией или мужчина вас выводят из нормального состояния потому что здесь конфликт мужчина в чем-то не уступает и вы не хотите в чем-то уступать у каждого своя позиция у каждого свои принципы если это какие-то официальные вопросы может быть тоже еще что-то до конца этой недели не решится и может быть вы нервничаете как раз из-за этой информации может быть у кого-то показана эта ситуация нервы тут могут быть еще из-за каких-то дорог и перемещений и из-за какой-то ситуации из прошлого что-то старое вас тяготит но тут же две рядышком хорошие позитивные карты принцессы чаш и шестерки монеты мы здесь видим еще чью-то помощью то дружбу и чью-то поддержку ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора мы видим короля жезлов и на жизнь мужчины на жизнь женщин во многом повлияет мужчина возможно мужчина огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно может быть это мужчина просто темненький даже рыженький или кареглазый человек семейный от которого что-то будет зависеть в вашей жизни весь расклад говорит о бесконечных противоречиях на какие пересечения карт не посмотри противоречия девятка мечей шестеркой чаш король жезлов вроде бы положительная карта и тут же противоречия карта принцессы мечей вроде бы карта иерафанта выпадает как помощь высших сил и тут же карта отсечения каких-либо помех 13 старший аркан тут же семерка жезлов опять положительная информация чья-то помощь и опять какие-то нервы то есть жизнь как на качелях давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта старшего аркана луны карта показывает нестабильность вашем вопросе неясность неопределенность пока это больше ответ нет чем да может быть карта показывает либо вашу внутреннюю неуверенность либо то что действительно есть какие-то помехи и что-то скрыто от ваших глаз какие-то факторы если вы рассчитываете на помощь других людей не особо рассчитываете потому что кто-то по этой карте может подвести или вы не видите всей информации или не знаете всей информации потому что эта карта может показывать что-то сокрыто от ваших глаз но может быть еще и такое что кто-то вам что-то внушает вводя вас в заблуждение из ваших самых родных и близких людей на которых вы рассчитываете и эта карта может показывать вовсе даже не ваши мысли а чьи-то тут страхи может быть чьи-то которые отражаются на ваш вопрос вопрос может касаться семьи рода дома в личной жизни с чем бы вопрос не был связан до конца мая месяца скорее всего еще будет неизвестность до полнолуния это точно после полнолуния ситуация немножечко может меняться потому что будет больше вариантов и возможностей или что-то высветится или что-то проявится то что сейчас скрыто или то к чему у вас сейчас нет доступа также в вашем вопросе если он зависит от вас вам могут мешать собственные эмоции для того чтобы принимать правильные решения если вы например задали вопрос стоит ли мне довериться какому-то человеку поверить открыться эта карта говорит о том что нет ну и пока в вашем вопросе много неизвестных давайте все же возьмем дополнительные карты традиционно и для этого обратимся к оракулу спросим что еще вам нужно знать на самое ближайшее время три замечательных аркана которые говорят о том что вас ждет очень им нужная важная и приятная встреча скорее всего с кем-то из ваших родных из ваших предков может быть вы ждете этой встречи может быть кто-то ждет этой встречи и эти арканы говорят о том что вы в конечном итоге все же получаете очень мощную родовую поддержку эта поддержка может исходить не только от тех людей которые сейчас рядышком с вами эта поддержка с тонкого плана как бы ваши предки вам будут помогать из другого измерения в конечном итоге вы в чем-то одержите победу либо какой-то вопрос решите для себя максимально гармонично потому что радоваться будете поэтому то что есть на сегодняшний день вам просто нужно пройти прожить это как ваш путь это как ваш опыт это как ваши жизненные уроки которые жизнь вам сознательно для чего-то дала помните о том что все что нас не убивает делает сильнее и если нам дают испытания значит у нас есть и сила пройти эти испытания пусть все даже самые сложные карты проиграются для вас максимально комфортно максимально безболезненно благодарю вас за просмотр и ставьте лайки за проделанную работу подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан и я вас всех непременно жду на следующей неделе всем до свидания а